Есть! Я нашел! Даже вот такая вот штуковина простейшая стоит 80 рублей. Очень интересно попробовать сок за 12 рублей. Идеаль просто вот она. А это прям гуд-гуд. 28 рублей! За что? Просто охренеть. Посмотрите на итоговую сумму. Хотите рум-тур новой студии? Ставьте большой палец вверх. Шарился тут в вещах со старой студии и нашел рюмки. И я вспомнил, что они стоили менее 10 рублей. Вот. И я тут подумал, блин, а вообще, есть ли, ну, не знаю, какие-нибудь товары, которые действительно стоят менее 10 рублей? Мне кажется, такое, если и возможно, то только не в России. Конечно, чтобы это проверить, мы отправились в Ашан. Первые же наши попытки найти хоть что-то за 10 рублей не увенчались успехом. Блин, диск вот вонючий. Прям вот чуть-чуть тебя не хватает, а? 20 рублей стоит. Все стоило так или иначе дороже. И в эту же минуту мне закралась мысль, что это гиблое дело. В наше время ничего не найти за такую сумму. Вот рюмки это максимум, который есть. Но нет, все не так плохо. Ооо, есть! Я нашел просто конвертик, блин, для диска 3 рубля. Охренеть. Было очень много вещей, которые стоили в районе 10 рублей, но все же чуть-чуть дороже. Такие мы не кидали в корзину. К большому удивлению, всякая вот эта кошачья еда, она вся стоит дороже 10 рублей. Хотя я представлял, что вот каждый день хотя бы будет стоить... Нет, 12 рублей, блин, все равно стоит. Вообще сейчас я перебираю вещи в подвале и вспоминаю, как мы нашли в прошлой студии рюкзак и ноутбук. Его мне дали на обзор. Хорошие игровые ноутбуки никогда не были дешевым удовольствием. Но благо, прогресс не стоит на месте и интересная конфигурация железа становится доступнее. Так что теперь намного проще получить портативный компьютер, который сможет показать приличное количество кадров в секунду даже в новых играх. При этом он не будет стоить как два аналогичных десктопа. Представляю вашему вниманию Predator Helios 300. В комплекте здесь сам ноутбук и зарядное. Чем же может удивить этот ноут? Например, высочайшей производительностью мощной видеокарты. Ноутбук легко справляется с самыми требовательными современными играми. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 с возможностью простого разгона обеспечивает высочайший уровень FPS и комфортный игровой процесс при максимальных настройках графики. Едем, едем, едем. Поддержка видеокарты трассировки лучей обеспечивает наилучшее качество картинки в играх и позволяет добиться максимально реалистичного изображения. 15-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением и поддержка частоты обновлений до 144 Гц обеспечивает плавную картинку даже в динамичных сценах и при резкой смене ракурса. Ты права, ангел, прости. Я начинаю понимать, почему вам остался трепетизерший, а ты грабил банки. Корпус ноутбука состоит из пластиковых и металлических панелей. Внешняя сторона дисплея блока алюминиевые, а вокруг экрана пластик. Также и с топ-кейсом, где верхняя часть алюминиевая, а нижняя крышка пластиковая. Еще снизу есть четыре резиновые ножки, которые очень ухватистые и в комбинации с весом ноутбука 2,4 кг хорошо помогают ему оставаться на месте. Для такого ноуту пригодится рюкзак, особенно если в планах у пользователя частой поездки с компьютером. Мне как раз прислали вместе с рюкзаком, так что сейчас это все и проверим. По ссылке в описании вы сможете приобрести этот и другие ноутбуки линейки Predator. А если введете промокод Павлов, то еще и 10% скидку. Вообще, конечно, чтобы рассказать обо всем, что я узнал об этом ноутбуке, мало одной минуты. Так что в течение выпуска мы еще вернемся к нему. Наверняка вы задаетесь вопросом, а зачем я вообще переезжал в другую студию? Хотя, думаю, те, кто из вас смотрит мои сторис, и так уже все знают. А для остальных я выпущу ролик в среду, где многое расскажу. А сейчас возвращаемся в Ашан. Да что такое? Ты что? О, ты что-то нашел? Два рубля за нож! Причем распродажа. Два рубля! Короче, ты такая смешная фигня, смотрите. Свеча цифра 40 стоит 9,95. Видимо, 40 лет никто не справляет. Истребление крыс и мышей достаточно дешевое занятие. Всего 7 рублей. Вот вам мое наблюдение, что все самое дешевое лежит где-то внизу реально. Только сейчас это понял. Раньше я как-то не задумывался об этом. Все дешевое лежит где-то внизу. А все дорогое где-то наверху, видимо. Мы правда ходили очень долго. Долго искали, облазили все ряды и открыли для себя, что в первую очередь товары с ценником до 10 рублей, это чаще всего, ну, что-то произведенное для самого магазина. К примеру, мы сейчас ходим в Ашане, и тут есть марка каждый день. Вот она самая дешевая. Но, скорее всего, и самая плохая по качеству. Но это не факт. Клубника, клубника. Во! Каша овсяного с абрикосиком. Это отсылка к моей жене. Так почему же каждый день такой дешевый? Потому что это собственная товарная марка магазина Ашан, и она дешевле, потому что Ашану не нужно тратиться на производство и логистику. Не нужно нанимать большое количество специалистов для согласования цен, отвечающих за категории товаров, коммерцию и закупку. У марки каждый день нет рекламы и дорогой красочной упаковки. Очень большие суммы фирмы тратят на рекламу. Ну, например, только на СТС такая реклама стоит около 200 тысяч рублей. Как часто вы видите рекламу каждый день? Я вот за всю свою жизнь ни разу не видел. Только эти факторы позволили снизить цену уже на 20%. Всякие соки, губки, наклейки, батарейки, ложки для обуви, мыло, туалетная бумага. В общем, почти во всех категориях нам удалось найти товар, который стоит до 10 рублей. Сок просто капец. Я просто был уверен, что ну это точно не это. 13 рублей. Интересно, от сока вообще что? Здесь что-то даже состава нет. Я реально состава не вижу. Ну, написано типа яблочный восстановленный. Мне просто очень интересно попробовать сок за 12 рублей. Это, так скажем, не в рамках нашего цикла. Мне просто любопытно. Мне кажется, яблочный сок сложно чем-то испортить. Нормальный сок. Одобряю, одобряю, одобряю. Мы просто нашли идеальный товар, который стоит 10 рублей ровно. Это идеально просто. Ничего идеальнее нету сегодня. Гвозди строительные. Как они эти 3 копейки высчитали, что типа нет, не может это 10 рублей стоит. Это 10 рублей 3 копейки. Я представляю чувака, который такой типа без сдачи. Да и ладно, нифига себе. Серьезно, батончики, мати за 8 рублей? А это прям гуд-гуд. Фига себе, это очень неожиданно. 9 рублей что? Соль. Что означает? Над тобой соль? Нет. Солевая пещера? Нет. Я не знаю. Напишите в комментариях, пожалуйста, чтобы вот Вадиму пояснить, что это значит. Если вы понимаете, о чем я? Слушайте, ну а в подвале у нас здесь за 10 рублей, ну вот разве что, вот такие вот чехлы для джойстиков от PlayStation 4. Ну и я. Что ты только что сказал? Геймпадов, извините. Ура! И что еще? Ну и наверное всякие вот куча-куча проводов, это тоже все стоит, конечно же, я думаю, менее 10 рублей. А также есть предположение, что многое из этого тоже стоит 10 рублей. Хотя, не, смотрите, даже вот такая вот штуковина простейшая стоит 80 рублей. Это 100 рублей? Не, здесь явно ничего за 10 рублей мы не найдем. Какой-то желатин 140, блин. Вообще даже к школе можно все собрать, не особо тратясь. Очень много канцелярии до 10 рублей. Идеаль просто, вот он наш, каждый день тетрадь-линия, идеаль. И тут вы, наверное, можете подумать, что это реклама гипермаркета Аша, но нет, к сожалению, это не так. Мы действительно сами решили проверить, что можно купить до 10 рублей, и вот серьезно, это не реклама. А вот ноутбук, это уже реклама. Если кто вдруг не посмотрел интеграцию, советую ее пересмотреть, иначе вам эта информация будет не совсем понятна. Итак, возвращаемся к ноутбуку предотер Helios 300. Дисплей. Не так давно даже в недорогие игровые ноутбуки стали попадать хорошие IPS-матрицы с Full HD разрешением. Последним же трендом стали экраны с высокой частотой обновления. И Helios 300 как раз является таким примером, где 15,6-дюймовый дисплей получил разрешение 1920 на 1080 точек и частоту обновления 144 Гц. Последнее очень важно, ведь для сильных игроков, тех же соревновательных шутеров, лишние доли секунды на пририсовку действительно критичны. Да и в целом, пользоваться экраном с высокой частотой обновления в разы приятнее. Вот серьезно, если прям хорошенько поискать, можно многое найти гораздо дешевле, чем мы привыкли. Тут главное быть внимательным и смотреть не только на полки перед глазами, но и те, которые находятся в самом низу. Именно там самые дешевые товары. Возможно и самые худшие. Тут я ничего не могу сказать. Антисептический гель даже за 2 рубля. А раньше 33 стоило, это во время пандемии, что ли, он столько стоил? Слушайте, ну это прям, вот это прям гипервыгодно. Это я обалдею, серьезно, какие-то вонючие наклейки. Вот здесь за что ты платишь 30 рублей, блин? Здесь вот можно покушать, посуду помыть за 9 рублей, да, блин? Не знаю, запах какой-то, наклейка. 28 рублей, за что? Что за херня? Что, серьезно, че, почупся, 7 рублей стоят? Вот, фига себе, вот правда, вот это для меня неожиданность. Я-то почему-то думал, что они подороже как-то стоят все-таки. Серьезно, вот такое можно за 8 рублей взять? Выглядит очень дорого, правда. Явно не на 8 рублей. Давайте попробуем, мне просто любопытно. 183. Во! 13 рублей. Единственная конфета, которая подошла за 7 рублей, блин, но она ее не видит. То есть реально конфеты не купить, блин, вы представляете? Так, а если еще одну? Она уже больше. Она пропечаталась? А, да, за 10.86 пропечаталась. Да как так-то? Нет, подождите, это просто вот сейчас смысл жизни найти конфеты, которые пропечатаются. Во! Халва. Еее, 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 тихо, тихо, тихо. Ну, короче, 7 рублей, 7.92. Есть! Две конфетки. Супер! Слушайте, ну вот этих точно можно набрать. Вот такие вот, ну-ка, давай пробуем. 9.50. Хо-хо-хо-хо-хо! Такую кучу конфет. У меня конфетка! Еще информация про Predator Helios 300. Клавиатура и трекпад. Как же упоминалось, подобный топ-кейс мы недавно видели у модели Nitro 7. У нее точно так же на месте смещенной правее кнопки намлок появилась клавиша запуска фирменного приложения Predator Sense. Основное отличие от клавиатуры Nitro тут в подсветке, которая может быть не только красной и регулируется в четырех зонах. Для печати и игр клавиатура все так же хороша. Трекпад тоже позаимствовали у других моделей. Он вполне крупный для простого пользования и достаточно отзывчивый, чтобы заменить мышь. Не для игры, естественно. Пусть игроки явно будут чаще пользоваться внешним манипулятором, когда вдруг такого под рукой не окажется, трекпада хватит для обычных задач. Че, даже воду нельзя, что ли, взять за 10 рублей? Ну серьезно, ну вода! Ну это же просто, реально можно из крана вылить ее... Что это вообще такое? Сейчас будет багет. Очень старая шутка, но 10 рублей. Фига, 10 рублей? Че, хлеб можно реально за 10 рублей взять? За 9.90 можно взять? Вы че? Фига себе! Это прям крутяшно! 9 прям, ох, как мы четенько-то, а! 9.16. Отварное яйцо не очищено. 10 рублей, это наш идеал просто. Вот оно оно! Десяточка! Блин, а я, честно говоря, вот это, мне кажется, дешево для презерватива. Три презерватива гладкие, гусарские, с точеной структурой. Сточеный, господи. Точечный. Да, стучный. Сточенный, господи. Итак, мы собрали почти две корзины товара, и весь он стоил до 10 рублей. Ощущение, что сейчас общая сумма выйдет, ну, не знаю, на рублей 300-400. Но не тут-то было. Просто охренеть. Посмотрите на итоговую сумму. Сейчас она будет. Воланчик у нас пробьется. 1125 рублей, серьезно? 1125. В итоге вышло 1125 рублей, что не так уж и много, но больше, чем я предполагал. Охренеть! То есть здесь получается больше 100 предметов. Автономность. Как правило, этот пункт не является сильной стороной игровых ноутбуков. Ведь мощные комплектующие и большие экраны редко могут долго протянуть без розетки. Емкость встроенного аккумулятора в Helios 300 составляет 58 ватт-часов, что позволило ноутбуку проработать 2,5 часа в тесте PC Mark 8. 2-часовой фильм оставит половину заряда. После чего еще около 1,5 часов можно будет поработать над простыми офисными задачами при комфортных настройках подсветки. Что ж, наш эксперимент доказал, что очень много всего можно купить до 10 рублей. Но вот какого это все качества, пока что непонятно. Для этого, конечно, можно устроить другой эксперимент, но это уже в другом ролике. Если вы захотите, пишите в комментариях. Ну а с вами был Костя Павлов, который все проверяет на себе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok